вместе с чехлом вот таким вот поставлялся данный агрегат хранить в чехле как уверяет производитель ну это все равно что оставить его дома когда он на кармане он всегда у вас под рукой когда он в чехле в рюкзаке в сумке где-то я не знаю там в бананке или еще где-то ну это уже получается мультитул оставленный дома если он на ремне на кармане если он в быстром доступе только в таком случае он у вас рядом все остальное это уже баловство если вы его будете хранить здесь то это все равно что вы его оставляете дома зачастую вы им пользоваться не будете будете забывать о том что он вообще у вас есть будете искать его очень долго хотя чехол в принципе хороший можно им и вытереть очки какую-то линзу протереть довольно таки мягкий хороший вот внутри он сделан качественно дышащая ткань такие чехлы в основном используется для мобильных телефонов для разных электронных аксессуаров и способны своей бархатистой поверхностью протирать разные стекла один из способов ношения сзади на ремне второй способ если не предполагает то что будешь сидеть где то что как бы вот это вот оптимальный вариант также очень хорошо подходит маленький карман для этого легко извлекается можно также зафиксировать таким образом очень хорошо ложится в карман но имея горький опыт ontario red 1 и 2 карман от клипсы быстро придет в негодность здесь самый оптимальный вариант сзади на кармане но опять же эти карманы вам не принадлежат и где-то в метро в общественном транспорте могут извлечь есть целая статья посвященная тому какие чехлы от благородных производителей подходят под данный мультитул ссылка на данную статью будет в описании клипса мягкая плавно ну и довольно таки увесистая серьезной опять же повторюсь мой способ ношения этого сзади с правой стороны я не любша